Итак, добрый вечер, ощущаю себя радиоведущим. Это мой третий-третий подкаст, стрим, называйте как хотите, нам нужно определиться с названием. Кидайте, как это лучше называть все. Сегодня у нас, у меня в гостях Элиза. Элиза прекрасная, я бы так сказал. Сейчас прочту официальное описание, чтобы его не забыть. Элиза Щербакова, предприниматель, основатель онлайн-школы компетенций нового времени, мета-скиллс, популяризатор, нейронаук, специалист, практик осознанности, автор канала Мета-Юнити. Вот, Элиза супер, Элиза дала мне очень много интересного классного контента и даже один очень интересный классный девайс. Вот, сейчас я найду ее в списке подключенных. Элиза, тебе нужно нажать кнопочку поднять руку. Нажми, пожалуйста, чтобы... О, вот, Мета-Юнити. Разрешить говорить. Элиза, привет, как слышно? Привет. Всем привет, меня слышно? Да, тебя слышно отлично, надеюсь, тебе и меня тоже. У нас тут помимо компаний в чатике 79 участников, думаю, еще кто-нибудь подключится, уже 80 подключится. Думаю, будет интересно. У нас еще и здесь со мной в студии несколько человек заинтересованных, специально остались послушать. Вот, у некоторых тоже, кстати, есть нейрообручи, о которых мы позже расскажем. Вот, пока давай расскажешь о себе вкратце. Начнем вот с предпринимательства, с бизнеса. Я, насколько помню, знаю, ты и в индустрии, скажем так, развлечений в Москве работала, клубная деятельность, какие-то крупные у тебя проекты есть и так далее. Давай я тебе представлю, чем ты занимаешься, помимо MetaUnity. Да, вот в двух словах, если говорить о себе, то родилась и выросла я в городе Рига. Сознательную часть жизни больше провела в Москве, 15 лет. И последние два года я нахожусь в Юрмале, в настоящий момент в том числе. Да, ты прав, я начала свою предпринимательскую деятельность практически сразу же после переезда в Москву в 2005 году. Параллельно у меня была учеба в сфере менеджмента и маркетинга и рекламы. И, в общем-то, этим я занималась и занимаюсь по сей день. Мое агентство, основное место работы А23, вот оно существовало с 2005 по 2019 год. И с 2017 по настоящий момент вместе с моими партнерами агентство маркетинговое тоже. Так, 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 ты чуть-чуть прерываешься. Напишите, пожалуйста, в чат, или прерываешься только у меня из-за моего нестабильного интернет-соединения, или у вас тоже. Но ты продолжай. Так, да, Элис пишет, что у тебя тоже прерываешься. Попробуй найти чуть-чуть постабильнее какой-нибудь Wi-Fi. Так, решаем, решаем вопросики технические. Ждем возвращения. Пока вы можете в чатике накидать вопросы, которые вас интересуют по теме. Так, Элиза возвращается к нам. Поменяла соединение. Так, Элиза, ты вернулась? Да, раз-раз, всем слышно? Все, да, теперь отлично, продолжаем. Да, и, в общем-то, наша компания занимается дизайном, идентикой, маркетингами, стратегиями для различных западных, до некоторых пор, и российских брендов. Если не секрет, какими брендами, ну, которые могут люди знать, ты занималась, ну, или такие знаковые какие-то истории, кейсы? Ну, если 15 лет брать, то практически все крупные корпорации, автомобильные, алкогольные, российские, практически... Тут BMW, ну, если по-русски говорить, BMW Group, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, ну, практически все, правда. Вот за 15 лет мы сделали все крупнейшие мероприятия, запуски различных презентаций, запуски новых компаний. Мы, если говорить про российские сегменты, то много лет работали с нашими корпорациями Ростех, Газпром, Медиа. В общем, большой опыт в организации мероприятий. И мы делали очень много своих собственных мероприятий, в том числе конференций. Мы являемся основателем двух таких крупных ежегодных конференций, которые существуют с 2016 года. И проходит по сей день это цифровая индустрия промышленной России и бьютихмет, это два наших стартапов. Но на сегодняшний день мы им уже не управляем, не занимаемся. Круто. Еще, насколько я помню, у тебя были интересные всякие участия в интересных проектах, заведения, клубы, бары, ванильный ниндзя и так далее, да, в Москве? Нет, нет, я никогда не занималась клубами. Это проект моего супруга, моего мужа. Все, понял. Окей. И вот после всей этой истории про маркетинг, бизнес, айдентику и все остальное, ты перешла к мета-скиллс. Как это произошло? Почему? Что тебя сподвигло? Что стало триггером? Почему ты начала интересоваться этим? И вообще, в принципе, если вот коротко, для людей, которые не очень в теме, о чем идет речь? Мета-скиллс – это про что? Ну, если говорить про сегодняшний день, я по-прежнему продолжаю работать в основной своей сфере. Мы работаем сегодня с девелоперами, практически со всеми крупнейшими девелоперами в Москве. Веспер, МР-групп, андвелопмент. Ну, в общем, продолжаем вот на рынке. А мета-скиллс – это мой сайт-проект, который появился, вырос из моих увлечений, из моего хобби. Интересоваться этим различными темами, в частности нейронауками, химией. Я начала, как и многие люди, истоком была проблема, которую я пыталась решить. И эта проблема была мое эмоциональное выгорание на фоне как раз-таки жесткого рабочего ритма, графика, который длился на протяжении многих лет, вплоть до достаточно больших периодов без отпуска. То есть я столкнулась с эмоциональным выгоранием в 2016 году. И я ушла в отпуск на две недели и поняла, что я просто не могу остановить поток мыслей в своей голове вообще. То есть они все проработаны. То есть я не хочу про нее думать, а продолжаю думать. И мне стало интересно, как это... Не думай про слона, да? Слышно меня? Слышно меня? Да, я говорю, как это шутка, типа не думай про слона, и ты будешь все равно думать про слона. Да, мне стало интересно, как это остановить, как это происходит, почему мы сталкиваемся с такими моментами потери контроля над происходящим. Если говорить про ту жизнь, которая была до этого момента, у меня были попытки начать медитировать, были попытки начать заниматься дыхательными практиками в 2008-2009 году, но они были заброшены. То есть это было не такой непостоянной моей рутиной, как сегодня. И в процессе я начала интересоваться различными направлениями, просто как самоучка в это все вникать. Мой главный был вопрос, если говорить про медитацию, зачем, как она мне может помочь, зачем это нужно, то есть что конкретно мне дает, и вот как у меня мой навык, такой основной, скажем, рабочий скилл, мой талант, который я применяю во всех своих направлениях деятельности, это аналитика, структуризация хаоса. Из огромного объема информации я как-то стыкую все то, что мне понятно и связываю это в какую-то одну такую единую структуру. И вот это меня, собственно, и привело к какому-то моему первому видео, которое я сделала, выложила в Инстаграм. Медитация и мозг, как медитация влияет на нейроны, биологические и поведенческая наша модель, на то, как мы себя ведем, как это меняет структуру мозга. И как-то это видео всем зашло, и вот моя аудитория, до сих пор очень многие пишут по сей день, которые посмотрели это видео, что это помогло им начать медитировать. Так это и появилось. Сначала появился ВИОС, потом в какое-то время появился марафон бесплатный, до сих пор выложен у меня в Инстаграме на 30 дней. Марафон, в котором было очень много практик, тоже осознанность и разные-разные инструменты и техники. Каждый день отдельная тема, такая достаточно большая работа. И вот моя аудитория, она меня привела к тому, что появился проект Метаскилз, появился курс Метаскилз, появился курс Метаскилз. Такой достаточно объемный пласт работы моей в прошлом году. Обучение занимает месяц-полтора, но мы сейчас не ведем коммерческую деятельность, у нас сейчас нет ничего в продаже. Ну, по понятным причинам, как бы это принципиальная позиция. Пока все это не завершится, точно ничего не будет. Понятно. Так, а ты говорила о том, что до медитации ты пробовала какие-то дыхательные практики, еще что-то расскажешь. Что ты пробовала, почему тебе не зашло, и почему ты пришла именно к медитации? Хотя все это, конечно, рядышком, наверное, с дыхательными практиками плюс-минус. Но все-таки вот. Что ты отсекла, и почему к тебе это не прижилось? Да, впервые я про это услышала на Бали. Вот на тот момент у меня был проект там. Мы с партнерами открыли агентство недвижимости «Аренда Вилл» на Бали. И в течение года там достаточно много времени проводили. И очень многие вокруг медитировали, дышали, говорили, как это круто. Ну, каждый раз, когда я человек такой дотошный, я все время пыталась понять, что это дает, чем это полезно. На тот момент не было информации в интернете в таком количестве, как сейчас. И как-то неоткуда было черпать эти ответы. И так как ответа у меня внутреннего на тот момент тоже не было, я очень быстро все это забросила. С медитацией все очень просто. Мне казалось, что у меня не получается, что это не мое, не для меня. Я не могу там остановить свой поток мыслей. Но то, с чем сталкивается, мне кажется, абсолютное большинство людей, которые начинают практиковать. А дыхательные практики тоже мне охватило где-то на месяц. И так как я глубоко не погружалась, суть того, как это влияет на организм, на здоровье, вообще какие процессы, огромное количество процессов связано с дыхательной системой. И, кстати говоря, в прошлом году я сделала тоже на эту тему работу, которую я заняла полтора года. Она тоже лежит в открытом доступе, можно посмотреть. Дыхание, энергия называется. Видели. Ну или я кину ссылку потом в наш чатик. Ну да, я пишу, если чем. Да, так и так получилось, что мне это не зашло, потому что мне казалось, что мне ничего не получается. И вернулась я к этому уже в момент, когда я поняла, что это те инструменты, которые мне помогут, когда начала разбираться в том, как это работает. Окей, давай тогда выясним, как это работает. Вот поступательно, как ты для себя распаковывала всю эту тему, как ты для себя это открывала шаг за шагом, если так можно. Может, с какой литературы ты начала, или с какого контента, откуда ты брала информацию, что нащупывала, что открывала? Слушай, ну тут сложно сказать, потому что столько на сегодняшний день уже источников через меня прошло, что мне сложно выделить какой-то один, из которого я подчеркнула больше всего. Скорее так, я для себя поняла, что медитация – это вообще очень широкий термин. Поэтому, чтобы не избежать некорректной трактовки, я бы дала свое определение, как я это понимаю. Вам будет приятнее просто, о чем пойдет речь дальше. На мой взгляд, сегодня это технология, и трансфер ее произошел из восточных практик в западные форматы. И техник медитации существует так много, что, говоря просто медитацию, мы можем с вами говорить о абсолютно разных вещах, потому что каждый будет представлять что-то свое под этим термином. Специфика этого инструмента в том, что каждый может сформировать свою технику, вплоть до такого, что завтра каждый из вас может попробовать, и понять, что он может совместить еще какие-то дополнительные элементы внутри этой техники и сделать свою. Поэтому у каждого свое восприятие этого процесса, и опыт может быть очень разным. И во многом этот процесс связан с нашими индивидуальными, биологическими какими-то особенностями развития мозга, мышления, восприятия и так далее. Поэтому если говорить понятным языком, то это можно характеризовать как ментальную тренировку, тренировку для ума, в ходе которой вы тренируете свой навык концентрации на том или ином объекте. И этим объектом может быть что угодно. Ваше дыхание, какие-то звуки в окружающей среде, музыка, например, пространство вокруг, ваше тело, в общем, все что угодно. Поэтому виды медитации огромное количество. Слушай, вот про виды медитации. Я такой, знаешь, как это, ортодокс относительно в этом плане. И вот я периодически натыкаюсь на нашу медитация для засыпания. Как ты вот к этому относишься, например? В принципе, для меня, допустим, да, словосочетание медитация и засыпание это как будто бы какие-то совершенно противоположные вещи. Понятно, что успокоение, да, вот, но засыпание как будто бы куда-то не туда уволят. Ты как вот к таким штукам относишься? Я считаю, что вообще нет такого понятия, как правильная или неправильная медитация. Их, ну, мне подстраивалось от того, что подходит вам лично, а что нет. То есть если стоит задача и цель заснуть, и если какая-то спокойная музыка помогает это сделать, то почему бы нет? Но, да, это не относится к классической ментальной тренировке, когда мы действительно концентрируемся на чем-то усиленном. То есть если это просто как, не знаю, элемент... Расслабление. Да, отвлекающий фактор, то это не совсем является медитацией, потому что медитация – это прежде всего работа. То есть такая плотная работа, концентрация своего сознания на каком-то одном выбранном объекте. Вот тогда это можно... А зачем? Ну, давай попробуем объяснить людям. Зачем им тренировать фокус своего внимания, концентрацию и так далее? Вот. Я понимаю прекрасно, то есть особенно сейчас с тем, как вот развивается, как правильно называется, фрагментарное мышление, да? То есть когда человеческий... Ну, современный человек не в состоянии обрабатывать какие-то большие объемы информации, не в состоянии долго фокусировать внимание, прослеживать взаимосвязи и так далее, а воспринимает информацию такими небольшими пакетами, короткими, как TikTok роли, например, и бездумно там листает. Это, в принципе, перестраивает всю систему мышления человека. И мы уже вот не можем проанализировать и связать воедино какие-то события, которые были год назад с событиями, которые происходят сейчас, например. То есть я вижу в этом проблему, но, может быть, ты что-то добавишь. Зачем нам тренировать фокус внимания и концентрацию? Что это дает? На самом деле, это дает много разных бенефитов, начиная с того, что улучшается синхронизация полушарий головного мозга, и разные отделы работают более согласованно. Благодаря практике улучшается нейропластичность. Простыми словами, это свойство мозга меняться благодаря получению нового опыта. Что делает мышление гибким и как раз таки позволяет выйти из каких-то автоматических реакций. Легче адаптироваться к изменениям, которые происходят во внешнем мире. Более открытым взглядом смотреть на мир, но воспринимать больше. И что немаловажно, человек способен меняться, менять свои привычки, менять свои паттерны мышления, даже в старости. Тут нет никаких ограничений. То есть если есть сознательное желание, это менять. Поэтому разные практики могут давать разные эффекты, причем в разные сроки. Вплоть до того, что одна практика медитации может дать какой-то заметный эффект конкретному человеку. А в долгосрочной перспективе те практикующие, которые практикуют много лет, у них характерно увеличен объем серового вещества, например. То есть их мозг остается более молодым и логически соответствует возрасту более молодого человека. Это да, я тоже читал про такие исследования. И вот даже на Netflix есть документалка про медитацию. И там, в пример, приводится исследование, проведенное над Мингюром Ринпоче. Это автор книги «Будда. Мозг. Нейрофизиология. Части», где брали несколько групп людей. Одни были совершенные новички в медитации, потом группа людей, которые уже практикуют, и потом вот Мингюр, который супермастер этого дела. И изучали их мозг в этот момент. И в мозге человеческом есть некая область, поправь меня, если я не прав, которая отвечает за чувство счастья, радости, любви, сострадания и так далее. То есть все там где-то в одном месте находится. И при первичной медитации у новичков активность в этой области мозга повышалась, я сейчас буду условно называть цифры, точно не помню, там из серии на 5%, у тех, кто уже практикует на 50%, а у Мингюра на 400%. То есть в 4 раза повышалась активность в области мозга, которая отвечает за счастье. Так или нет? Да, да, ну плюс-минус так, я тоже не помню цифры, но я тоже читала об этом. Да, безусловно, поэтому же говорят, что многие практики, которые достаточно там этим занимаются, 20, 30, 40 лет, они кайфуют постоянно в этом состоянии, и даже не хотят возвращаться в реальность, потому что их внутренний мир более реален, чем внешний. Вот в процессе, в ходе таких практик. Поэтому в перспективе практика влияет на всё, на поведение человека в том числе, на меняя черты нашего характера. Это позволяет нам воспринимать всё шире и начать реагировать на любые вообще внешние обстоятельства, лучше понимать себя, отслеживать свои мысли, какие-то автоматические реакции, управлять своим состоянием всецело, управлять своим состоянием, значит, управлять своей жизнью. И я для себя просто вижу огромное, колоссальное количество изменений, если вот так делить жизнь на до и после, очень много. И основной из них, то есть я просто, если раньше для меня была классическая ситуация, что-то переваривать, какие-то события, например, на работе руководителя отделов, между собой что-то выясняли, я как человек, который всегда разруливал конфликты и нахожу компромиссы между людьми, это тоже один из моих скиллов, я постоянно могла, знаешь, переваривать эту ситуацию после, и всё время там вот здесь надо было сказать вот так, а вот это вот нужно было сделать по-другому. То есть я просто не помню уже, когда у меня в последний раз вот была какая-то мысленная жвачка относительно чего бы ни было. И даже вот в ситуации жёсткого стресса, который там произошёл со всеми нами 24 февраля, у меня была, безусловно, конечно, тоже, ну, для меня первые несколько дней были такие достаточно тяжёлыми, вплоть до телесных ощущений, ну, таких переживаний, эмоций, которые вот сказывались на ощущениях в теле. Я лично в эти дни, в первые, по крайней мере, стал практически спать, то есть я спал по 4 часа, и потом через 3 или 4 дня взвесился, и потом уже похудел на 2 килограмма. Ну да, я думаю, что все по-разному, все по-разному переваривали этот стресс, но я очень быстро из этого стрессового состояния вышла, и во многом я уверена благодаря тем практикам, которые ежедневно присутствуют в моей жизни. Ну и многие студенты, которые у нас прошли курс медразвития, они мне писали после этих событий и поняли, как бы вообще, зачем всё это было. То есть им это очень сильно помогло пытаться к тому, что сейчас происходит в мире. Да, здесь очень важно понять, ну, вот по разговоре, тема разговора про внешний и внутренний мир, да, нужно понимать, что наша активность во внешнем мире, в материальном, она как раз-таки зарождается внутри нас, в нашем внутреннем мире, она зарождается в наших мыслях, в наших размышлениях и так далее. И чтобы нормально функционировать во мире внешнем, нужно, чтобы порядок был в мире внутреннем, чтобы мы могли принимать рациональные решения и действовать максимально эффективно в конкретной сложившейся ситуации. Поэтому важна та самая пластичность мозга, приимчивость к внешним каким-то факторам и так далее. Вот. Я, кстати, в комментарии к последнему посту скинул пару статей про исследование того самого Мингюра Ринпочи. Лиза, продолжай. Да, на самом деле, тут еще такой момент важен. Мы воспринимаем мир, то, что нам доступно, в основном нашими органами чувств. Соответственно, это очень ограниченный спектр. И это субъективное восприятие реальности. Это очень важно понимать. То есть мир, на самом деле, намного больше, шире. То есть это во многом нам непостижимо. Поэтому, когда люди говорят, что истинные знания, они передаются нам без посредников, то есть они находятся уже внутри нас, во многом, я считаю, в этом большая доля истинной правды. И чем больше мы начинаем обращать внимание к себе, то есть заниматься любыми способами, форматами самопознания, которые нам доступны, тем больше приходит от каких-то внутренних озарений, откровений, потому что любые внешние знания, они ничего не стоят, если это никак не интегрировано в твою жизнь, то есть если никаких изменений происходит на практике. Именно поэтому большинство курильщиков, которые прекрасно знают, что курение ведёт к раку лёгких и так далее, они продолжают курить и ничего не меняют в своей жизни. И когда, например, по-моему, какой-то автор писал про эту даже книгу, про практику осознанности в курении сигарет, как раз разбирал достаточно подробно эту историю, в нашем мозге целый как бы есть системные цепочки активации желания курить. То есть, например, мы оказываемся в каком-то месте, в котором есть какие-то люди, какая-то музыка, какие-то запахи, в общем, всё это в совокупности. Допустим, человек бросил курить, он оказался снова в ситуации, которая у него просто активизировала какой-то, этот триггер активизировал автоматически реакцию, и вот он уже стоит вместе со всеми, курит, хотя там, не знаю, неделю назад решил не курить. И вот так всё, в принципе, работает в отношении всего вокруг нас. То есть мы постоянно, у нас триггерит что-то, и мы постоянно реагируем автоматически. Ну, как бы, я не знаю, на 90% состоим из этих автоматических программ. И все практики осознанности, медитации, дыхательные практики, в том числе, которые там интегрированы друг к другу или отдельные, они помогают выйти из этих автоматических программ, из этих шаблонов и из нашего способа реакции, то есть реагирования, которое всегда основано на прошлом опыте. Это позволяет нам наблюдать за собой, как бы, со стороны. Это вот на моём близком неортодоксальном языке, да, это называется выход, наверное, за пределы кармы, так сказать. Ну, то есть сансарой в традиционном буддизме, да, называется как раз-таки то способ восприятия мира, в котором ты действуешь и мыслишь, исходя исключительно, ну, как сказать, реакционно, основываясь на предыдущем опыте и неосознанно реагируя на те или иные события, следуя каким-то паттернам. Вот, как раз-таки то, о чём ты говоришь, это помогает более осознанно подходить к происходящему здесь и сейчас. Сори, что перебил свои пять копеечек в кино. Ну, всё так, да. На самом деле, ну, карма у меня там своё специфическое, может быть, понимание того, что это такое и как она растворяется, что есть разные способы, на самом деле, растворения кармы. Как бы самый такой очевидный и понятный всем это какие-то страдания, да, то есть тяжёлые. По харду, как бы самые, все самые тяжкие тяжести, которые бывают, вот, они происходят иногда с людьми. Это такой, как бы, может, кач. Есть формат растворения кармы, в том числе и высокие, через творчество. То есть люди, которые немного иначе воспринимают мир, у них есть возможность через вот такие вот форматы растворять свою карму. То есть творить и через творение реализовывать какие-то задачи в этом направлении. Но повторение программ, как ты правильно сказал, как раз нас возвращает на вот этот цикл. Наступать на одни и те же грабли. То есть наступаем мы на них только потому, что проживаем какие-то моменты неосознанно, автоматически действуем на основе прошлого опыта. Ну, да, вот я примерно так. Я просто, знаешь, изучаю все эти штуки древние и стараюсь найти какие-то параллели с современным каким-то восприятием, интерпретациями. Вот, и мне кажется, нахожу и очень радуюсь, когда что-то с чем-то стыкуется. Вот, как раз таки, мне кажется, кармическое, так сказать, мышление, сенсорическое, это вот как раз таки мышление через паттерны устоявшиеся, когда ты неосознанно действуешь. Вот. Так. Как ты начинала медитировать, собственно говоря? С чего? А, нет, нет, нет. Сейчас другой вопрос. На физическом уровне, именно на уровне физиологии, это же как-то отражается на человеке? Медитационные процессы. Скажем так. То есть, когда ты в медитации, что происходит с твоим организмом? Да, ну, основные изменения, которые происходят, они касаются как раз мозговой активности. То есть, мы сейчас с тобой находимся в бета-режиме мозга. Есть разные мозговые волны. Бета, альфа, гамма. Каждый из них там. Что-то не фантастика, это реальные измерения с помощью специальных приборов. Ну да, нейрофейдекустройства есть, которые фиксируют это. Раньше это было возможно только в медицинских учреждениях при помощи специального оборудования. Сейчас это возможно в том числе и у себя дома. Есть достаточно много уже на сегодняшний день различных девайсов, которые дают обратную связь в режиме реального времени, который позволяет буквально видеть, что происходит сейчас с твоей мозговой активностью. И, например, один из таких девайсов как раз тебе хорошо знаком. Это нейрообруч Мьюз. И у меня тоже такое было. Он тоже во многом способствовал регулярной практике моей. Сейчас, скажи, пару лет назад, Ильза подарила как раз-таки нейрообруч Мьюз, о котором идет сейчас речь. Очень прикольная штука. Помогает на каком-то этапе понимать, что вообще у тебя в голове происходит на вот этом уровне этих волн. Да, даже не пару лет назад, мне кажется, года три назад. Я очень многим друзьям сделала такой подарок. И наш студент тоже есть среди тех подарков, которые мы дарили. Это действительно девайс, который помогает сделать практику регулярной, на мой взгляд. Вот это основная его польза. Второй момент, мне кажется, для людей, которые как раз сомневаются в том, получается у них или нет, это тоже супер гаджет, который может эти сомнения очень быстро растворить. Потому что в моем случае я на тот момент уже медитировала, но мне все равно не покидало ощущение, что у меня что-то не получается. В принципе, практически сразу же, как только я его приобрела, я увидела хорошие результаты, которые не всем моим знакомым, друзьям, которые пробовали пользоваться этим девайсом, были доступны. Давай расскажем. Как это происходит? Про волны, про волновую активность в мозгу. Что это, как это, в чем разница, на что это влияет и так далее. В разных режимах нашего бытия активируется разная мозговая деятельность. Если говорить про такие самые распространенные, понятные типы, когда мы сфокусированы на внешнем мире, то есть, не знаю, что-то смотрим, что-то делаем, пишем, рисуем. Нет, рисуем, это уже может как раз подключиться. Творческий элемент — это альфа. Это уже сосредоточение на внутреннем. Вот когда мы сфокусированы на каких-то внешних процессах, мы функционируем в режиме бета-волн. И это не значит, что это плохо. В бета-режиме мы как раз-таки осуществляем всю мыслительную деятельность. Другой вопрос, что в том числе бывает стрессовый формат вещания. Бета-волн на стрессе, это как раз приводит к таким ситуациям, когда активируется симпатическая система, и мы впадаем в такой режим «бей или беги», как мы сейчас с вами набидаем, многие люди на фоне стресса впали в какую-то агрессию, либо куда-то побежали, либо замерли, впали в такой анабиоз, оцепенение и не понимают, что делать дальше. Вот это всё стрессовый режим мозговой активности. Соответственно, выход из него самый простой — это фокусировка на внутренних процессах, на самых простых, доступных нам процессах, которые происходят в теле. Например, концентрация на своём дыхании или перемещение внимания с одной части тела на другую. То есть всё это приводит к достаточно быстрому переходу в альфа-состояние. Самый простой способ — это, мне кажется, от 200 до 1 посчитать за этот период, за эти несколько минут, пока вы будете про себя говорить. Например, перед сном 200, 199, 198, вы перейдёте в то же состояние альфа, из него в тета, потому что тет — это такой как раз приходный режим, который наступает между сном и явью. Когда мы засыпаем, все знают такое состояние, когда ты вроде ещё бодрствуешь, но уже одной ногой вошёл в сон, вот это как раз режим, когда мозг на тета-волнах. И гамма — это моменты, когда мозг переключается на сверхсознание, то есть либо нас посещают какие-то суперозарения, либо находимся в глубокой медитации, то есть не просто там на режиме альфа и тета, а на режиме гамма. И как раз вот все йогины и восточные практики, которые много лет медитируют, они как раз прибывают в этом режиме мозга. Тут у меня вопрос из зала. Да, у меня ребята, я же говорю, заинтересованы тоже. Почему? Вот Серёга, у меня друг, он тоже с вот этими нейрообручами пробует, экспериментирует и спрашивает, почему при закрытии глаз резко повышается альфа-ритм? Ну, во-первых, мьюз, он не всё отражает, да, то есть он как раз таки и источен под трансляцию этого режима. А у него брейнбит? Ну, я думаю, что там не сильно отличается, потому что все эти девайсы, как бы, они не такого широкого спектра. То есть там пока нет, по крайней мере, на сегодняшний день на рынке девайсов, которые бы показывал разные, да, режимы в домашних условиях. То есть это возможно на специальной технике, в каких-то учреждениях медицинского типа, но не дома. Вот, поэтому, когда мы закрываем глаза, мы исключаем какой-то очень серьёзный орган, который нас сильно отвлекает от зрения. Соответственно, как бы намного легче сконцентрироваться, становится на каких-то внутренних процессах. Поэтому так. Поэтому активизируется альфа-ритм, да? Конечно, да. Да, то есть когда у тебя открытый глазат. Да, но Серега тут ещё вносит свои поправки, что вот этот брейн-бит – это как раз-таки медицинский прибор. Он сам доктор, кстати, у него сеть клиник. Вот. Поэтому, да, такой чуть-чуть шарит. Вот. То есть давай ещё раз коротенько пройдёмся по ритмам. Что, какой, не знаю. Ты сконцентрируешься на каких-то внешних процессах. Так, да, слышно меня? У меня что-то тут отключилось. Ещё раз. Бета – это режим, в котором мы воспринимаем внешние процессы в мире. Любые. То есть смотрим видео, читаем книгу, пишем какую-то работу. В общем, всё, что угодно. Общаемся между собой. То есть это пребывание на бета-волнах. Альфа – это творческий внутренний процесс созидания внутренних каких-то событий, да? Когда мы фокусируемся на своих внутренних, витаем в облаках, грубо говоря. Даже если вот вы просто сидите в кресле, и в какой-то момент вы как уставились в одну точку и немножко, кстати, отключились, да, от внешних процессов, вот это альфа-состояние. Всё оно бывает. Просто мгновенно приходит, но там на, не знаю, на несколько секунд. Я думаю, что каждому из тех, кто сейчас слышит, это знакомо. Вот это – это переходное состояние от сна, от яви к сну и обратно. Это как раз то, что… Почему как бы рекомендуют многие медитировать и делать какие-то практики перед сном, особенно там читать информации и закладывать всякие программы. Потому что это тот слой как раз, который ближе к программам, которые, ну, нашим сознательным, программам сознания. Поэтому всё, что касается вот этого переходного момента от сна к яви, и наоборот, это очень эффективный период для работы с какими-то установками. Так, тут сейчас ещё комментарий от доктора прилетел, что он говорит, что при закрытии глаз в мозг, да, вбрасываются эндоморфины, правильно? Это что, гормон? То есть мозг обманывается, и поэтому фиксируется переход в альфа. Резкий в альфа-лит. Так, когда ты открываешь, оно резко опять падает. Вот, эндоморфины, в общем. Надо по гуглу, поизучать ещё. Нам, вот. Ой, сори, прервался. Так, и значит, когда ты входишь в медитативное состояние, у тебя мозг сначала ловит вот эти альфа, да? Но там же ещё очень важно удержание, насколько я понимаю. То есть тебя может швырять в эти состояния, но важно их удерживать. А когда более глубокая медитация, то это, да? Правильно? Да. Ты услышала, что я сказал про эндоморфины? Да-да-да, да, слышала-слышала. Да, всё так. Итак, медитация. Когда ты ловишь это состояние, да, ты, получается, чуть-чуть мозг переключается на альфа, то есть более становится активен в альфе. Чем дольше ты удерживаешь, что происходит дальше? Рассказывай процесс. Медитация – это скорее процесс, то есть это состояние, да, в котором ты концентрируешься на каком-то объекте. И задача основная, на самом деле, в любой практике – как можно дольше удерживать своё внимание на выбранном тобой объекте. То есть, если, например, на начальных этапах это может быть музыка, чем дольше ты способен концентрироваться на музыке, на каких-то звуках медитативных, неважно, тем дольше ты удерживаешь это состояние. Как только тебя отвлекают какие-то мысли, главное за них не цепляться, то есть игнорировать их и возвращать своё внимание снова к исходному объекту. Вот, собственно, и суть практики заодно обсудили простым языком. То есть ничего тяжёлого и сложного в этом нет. Самое сложное – это привыкнуть, наверное, в первое время, особенно для людей, которые вообще не имеют подобного опыта. самое сложное – это прекратить себя всё время шпынять за то, что у меня ничего не получается. Потому что всё, что нужно, это снова и снова методично возвращать своё внимание к какому-то выбранному объекту, например, своему дыханию. Как вот щенок, когда вы учите его повторять какие-то действия, то же самое. То есть постоянно он не хочет что-то делать, и вы его возвращаете в эту точку, где ему нужно повторить какой-то, поднять лапу или ещё что-то. То есть мы тренируемся точно так же, по такому же принципу. И чем больше вы практикуете, например, две недели назад у вас был нулевой опыт, и две недели подряд вы каждый день хотя бы по пять минут что-то делаете, или в идеале десять, через две недели вы увидите, что многое начинает меняться. То есть даже до того, как вы начинаете реагировать на какие-то внешние события, более спокойно. И я, например, очень быстро увидела разницу. Буквально вот пару-тройка недель меня заняло, чтобы понять, что это то, что мне нужно, и это то, что я точно не собираюсь бросать. Так. Тут сейчас вопрос ещё поступил у нас из зала. Ну, иди сюда, задавай. Сейчас, секундочку. Приветики. Привет. Привет. Тут такой вопрос. Вот, допустим, есть же практики разные, медитации разные. Понятно, что она не одна. Но, допустим, когда ты концентрируешься на чём-то, ну, там, удержание какого-то объекта, там, свечи и так далее, ну, это разные медитации, да, и есть медитации, в которых нужно расслабиться. И вот там же ритмы будут разные, и мы можем оценить, получается, по ритмам немножко иные вещи. Вот как на это реагировать? Даже я до конца сейчас не понял вопроса. Реагировать на что? На изменение ритмов. На изменение ритмов. Ну, видимо, что какие-то... Есть медитации там однонаправленного сосредоточения, например, есть аналитические. Да. Мы сейчас говорим о том, что когда мы переходим в альфа или тета-ритм, значит, медитация у нас получается. На это же медитации, который направлен на какую-то концентрацию, собственно, это медитация. Не всегда медитация, парнишная? Не всегда. Бывает, бывает раз концентрированная медитация, когда ты ни о чём должен не думать, да, то есть у тебя там, допустим, это более расслабленная история, то есть там ты можешь поймать и это, у тебя будет великолепная она получится. Но когда у тебя есть концентрация, допустим, ты должен уйти непосредственно в полноценную концентрацию. Вот тут ты можешь что-то не увидеть. То есть мы, когда оцениваем данной шапкой, то мы можем, ну, немножко не туда уйти. Вот как это оценивать правильно? Так, Лиза мне написала. На мой взгляд, тут вообще речи не может быть об оценке, но, наверное, не должно, на мой взгляд, идти. Никак не нужно оценивать действительно есть, существуют разные типы практик. Есть медитация рассредоточения, но она так или иначе всё равно сконцентрирована в этот момент на пространстве. А в рамках любой медитации вы не думаете ни о чём. Как раз-таки задача отключить процесс мышления. А отключается он за счёт концентрации на объекте. И пространство, вот внешнее, представить там космос условно, какой-то безграничный, это тоже некая как сказать, ну, не форма, но это некое большое пространство, на котором вы точно так же концентрируетесь. Концентрация, она может быть на узком каком-то, ну, мелком объекте, который приближение понятен, доступен, и может быть точно так же рассредоточена на каком-то гигантском огромном пространстве. Так или иначе, это процесс, где вы концентрируетесь на чём бы то ни было. То есть не на мыслях, мысли вообще, о мыслях речи не идёт. То есть если мы работаем с намерением, мы обычно, как правило, в начале практики ставим какую-то цель, задачу, ту или иную, или там в guided meditation, когда есть сопроводительный голос, который нас ведёт, и в ходе практики различные выполняем шаги, которые нам говорит голос, сопровождающий нас в медитации. Это немножко другое. Тут так или иначе, мы на чём-то концентрируемся, исследуем каком-то пути концентрации при любом раскладе, независимо от того, какую тип медитации вы выберете, он всегда будет про концентрацию. Либо это могут быть практики осознанности, это немножко другое, но близко. Окей. Ты мне как-то сказала такую штуку, ну вообще, в принципе, тоже, чтобы люди понимали, да, многие думают, что медитация это всегда сел на час и прилип, вот, рекомендуют начинать хоть с одной, хоть с двух, хоть с трёх минут, и чуть-чуть прокачивать, прокачивать этот навык, и мы с тобой как-то давно ещё об этом говорили, ты сказала, самое интересное начинается там после условно сорока минут. Вот. Почему? Что начинается со временем? Что происходит? И какие изменения? Ну, тут всё тоже связано с тем, что на трёх этапах очень сложно долго удерживать концентрацию на одном объекте. И если говорить про все глубокие практики, вот они этим и отличаются. способностью человека достаточно долго пребывать в каком-то состоянии, которое и преследует там определённую цель, потому что цели тоже у всех разные в ходе практики. И если говорить про разницу как бы такую биологическую, то вот как раз таки все опытные медитирующие, они как правило в состояние войти в гамма режим работы мозга. С другой стороны, это не значит, что это недоступно начинающим, потому что возможно люди тоже входят в такие состояния в обычной жизни, в том числе периодически, когда на них какие-то гениальные идеи озаряют, скажем так. То есть это не то, чтобы там что-то недоступное, скорее просто это способность на тренированный навык. Вот в чём разница. То есть у тебя есть на тренированный навык, который позволяет тебе долгое время пребывать в таком состоянии. То есть режим гения включать, режим озарения. Да, например, есть такая шоковидная железа, которая тоже можно, ну, бывает даже практики, в которых необходимо на ней концентрироваться. Она расположена где-то в середине, ну, если так представить, в центре нашей головы. То, что весь наш мозг, он имеет структуру симметричную, кроме вот этого элемента. То есть этот элемент, он единственный и неповторимый. И он отвечает как раз за продуцирование, эта железа отвечает за продуцирование различных гормонов. И в ходе вот такой глубокой медитации с концентрацией на этом элементе как раз люди могут видеть в том числе и какие-то события, да, во внутреннем мире, скажем так, кто-то это может назвать, лисунации, кто-то ещё. Схожие вещи, например, видят люди под какими-то психотропными веществами. Вот это то, что доступно. Ну, да, вроде того. И интересно то, что она активируется в ночное время. То есть это невозможно, например, сделать при дневном освещении или там при каком-то наличии какого-то источника света. То есть эти медитации, ну, такие практики они в ночное время делаются. Как раз шишки видной железы, она же выделяет гормоны во время сна ночью, который, как он, я не помню. Мелатонин. Да, мелатонин. Нет? Да? Нет? По-моему, да. Ну, ладно. Такие вопросы есть. Один вопрос, здесь в чатик написали, вопрос по поводу медитации. Подскажите, пожалуйста, музыку для медитации. У меня только тибетские мантры, но если что-то интересное, наподобие. Ну, вот я, допустим, считаю, что музыка для медитации в принципе не нужна, но кому-то она может помогать, но все-таки музыка создает как будто бы еще один дополнительный момент отвлечения ума на чего-то. То есть, если концентрироваться на музыке исключительно, то да, но при этом там же дофига инструментов может быть. В общем, какое у тебя отношение к музыке? Я знаю, что ты пользуешься музыкой для медитации. Да, для ежедневной практики я пользуюсь музыкой и для начинающих тоже рекомендую, потому что есть даже исследование, которое зафиксировало, что в 8 раз быстрее человек входит в альфа-состояние под музыку, чем без нее. И, ну, это касается особенно новочков. Вот, если говорить про каких-то сложных глубоких практиках, да, там многочасовых, то, конечно, здесь музыка не нужна. Здесь как раз основная задача отключиться от органов, привычных органов восприятия и переключиться на иной тип восприятия. То есть, скажем так, шестое, чувствовали, как его ни назови, то есть, не связанное с привычными нам органов восприятия. отключить слух, отключить зрение, отключить, ну, в общем, все известные нам чувства. И сконцентрироваться на внутреннем. А что посоветуешь? Какую музыку для медитации, кроме тибетских мантов? На самом деле, любую. То есть, у меня вначале... Я медитирую под Brain.fm. Каждый день у меня приложение, оно платное, там есть бесплатный трейл, у них, по-моему, три или пять треков, можно послушать. У них есть несколько режимов, не только медитации, но и, в том числе, музыка для фокусировки. Я ее использую в работе, потому что иногда бывает сложно, ну, особенно, если там дети ходят вокруг или еще что-то, сконцентрироваться на каких-то задачах, и вот эта музыка, она помогает, в том числе, не только медитировать, но и там в другом режиме она помогает сконцентрироваться на каких-то конкретных задачах, которые нужно сделать. Вот, я пользуюсь этим приложением уже больше трех лет точно. А так, в принципе, мне было в какой-то момент интересно, я экспериментировала и пробовала слушать абсолютно разную музыку, там, от депишей до радио-хэд, в общем, все, что мне нравилось, классику, неклассику, всякую разную. В том числе, ради прикола, помню, я поставила монеточку или еще что-то, чтобы посмотреть просто как это скажется на качестве медитации. И вот интересно, что вся русская музыка, она как бы разительно ухудшала мои показатели. Хотя я как бы ничего не имею против, просто интересный был факт. Вот, у меня, по-моему, даже в Инстаграме остались где-то в закрепах эти эксперименты с разной музыкой. Ну, то есть в режиме реального времени смотрела на реакцию музыки. Окей, тут от нашего доктора прилетел комментарий с уточнением по шишковидному телу. Адренагломерулатропин, гормон шишковидного тела, эпифиза, является продуктом биотрансформации мелатонина. Основными клетками, мишенями, являются секреторные клетки альдостерона в клубочковой зоне коры надпочечников. Вот такой вброс. Да, я знаю, что эпифиз медицинское название шишковидной железы. Второй вопрос. Поза для медитации. То есть, знаешь, там бывают, говорят, я тоже даже в каких-то традиционных текстах, мне, в принципе, первый, так сказать, урок наставления по медитации давал чувак, который в Датсане учился, то есть монах, и он говорил, что если можете сесть в эту, как правильно называется, восьмичленную позу, да, типа лотоса, поза лотоса, окей, если нет, просто ровная спина, ноги вниз, спокойно сели, расслабились. Поза имеет значение или нет? Вот по твоим данным, как ты считаешь? Глобально нет, потому что в том числе существуют медитации в ходьбе. Тут действительно самое главное, это чтобы спина была ровной. На первых этапах, на мой взгляд, лежа медитировать очень сложно, потому что большинство людей засыпает, особенно те, кто сильно перегружены внешним источниками информации, у них просто не хватает сил, чтобы заниматься такой практикой. И очень многие засыпают, поэтому поза лежа на первый этап, на мой взгляд, не подходит. Лучше всего медитировать сидя, просто садитесь ровно спиной, закрывайте глаза, глаза, вперед. Но при этом важно расслабление физическое. То есть даже, ну, опять же, тот же Мингюрин почвен рекомендует прям сесть, закрыть глаза и просканировать свое тело от макушки до пальцев ног на предмет напряженных участков, а потом уже переходить к концентрации и так далее. Правильно, нет? Это необязательно. Это один из, да, миллионов способов. У него это так, и найдется огромное количество людей, которые скажут, что они и без этого прекрасно входят, на этот и не стоит. Это уже личное предпочтение. Это относится скорее к выбранной технике. Так, я перехожу, там вот есть Настя оставила кучу вопросов у нас. Так, какая цель практики медитации, что это такое, с чего стоит начать? Ну, мы вроде бы это вот обсудили, да, последние 55 минут это и обсуждали. Сейчас культивировались занятия медитацией. Блогеры постоянно снимают себя в сторис, многие пытаются практиковать. В чем отличие современного культа медитации и традиционных восточных практик? На мой взгляд, отличие основное в цели, в технике и в специфике восприятия и опыта самого практикующего. То есть цели у всех разные, это важно понимать. Если человек не имеет цели, то, скорее всего, и практика будет ну, если он вообще не понимает, зачем ему это, вот у меня вот мои первые попытки, они поэтому не прижились, то есть я не понимала. Все вроде вокруг медитировали, говорили как-то классно и у меня не было ответа. Но вопрос, зачем мне это нужно? Вот если нет этого внутреннего понимания, намерения, зачем? То есть некоторые решают какие-то задачи, да, например, там, связанные с потерей концентрации, то есть хотят улучшить какие-то свои когнитивные навыки, функции, кто-то хочет избавиться там от каких-то, не знаю, нарушений со сном, то есть цель может быть какая угодно, в том числе там многие люди работают с намерением, то есть ставят конкретно цель, и дальше уже существует тоже множество различных техник, как это делать. То есть от цели зависит очень много. техника тоже их, я не знаю, сколько, мне кажется, их несколько сотен тысяч, и я еще раз повторюсь, каждый из вас может сформировать свою, вот в чем прикол. То есть нет никаких ограничений, нет понятия правильно-неправильно, есть только вот та практика, которая подходит вам или не подходит. Поэтому на первых этапах попробовать разные, например, медитация с концентрацией на дыхании, медитация с концентрацией на музыке, медитация в тишине, медитация сидя, медитация лежа, медитация какие еще такие самых распространенных. В общем, любые, guided meditations, то есть голос без голоса, и посмотреть, что из этого находит у вас наибольший отклик. Вот то, что вам лично заходит больше всего, вот это и продолжайте развивать, пробовать в этом направлении разные. Я постоянно экспериментирую, пробую какие-то техники, пробую, у меня интересные не сяк к этому полю, и она настолько широкая, что можно постоянно находить что-то новое и искать для себя различные варианты реализации. То есть все зависит от цели. Окей, так, я ребятам скажу, что мы уже час в эфире, поэтому, если вы хотите задать вопросы, оставляйте их в комментарии к последнему посту. Такой вопрос сейчас тут тоже поступил. Скажи, пожалуйста, вот конкретно, насколько это возможно конкретно, какие свои вопросы, запросы ты решила с помощью медитации? То есть мы обсудили вначале абстрактно, что это в целом тревожность, пластичность мозга, способность сфокусироваться. Ну вот, может, есть какие-то конкретные ситуации или проблемы, которые ты с помощью этих методов для себя решила в жизни? Да, ну, самое главное, основное, это помогло мне справиться с эмоциональным выгоранием, это помогло мне решить мои какие-то проблемы со спиной, которые на тот момент у меня были такие достаточно в активной фазе. Буквально, как бы, расправить плечи во всех смыслах этого слова, перестать сутулиться так явно как-то было проявлено тогда. У меня такие многолетние проблемы были со спиной, поэтому я не могу сказать, что я полностью решила. Ну, на мой взгляд, процентов на 80 за вот эти несколько лет я их точно решила. Вот. Это, наверное, основное. Мысли перемещать сознание в другие объекты, нет? У меня не было изначально такой цели и задачи, то есть, если говорить про проблемы, то вот в первую очередь это, а уже все остальное это уже пришло с опытом, практики. То есть, когда я начала практиковать разные техники, узнавать про это все больше, то есть, это уже в итоге сейчас выливается в то, что я понимаю, как через этот инструмент можно достичь абсолютно разных целей и задач и помогаю в том числе другим людям тоже этим пользоваться. Осознанность. Какие практики помогают ее развивать и чем она может быть полезна современному человеку? В целом, мы тоже, наверное, обсудили этот вопрос, да, про осознанность, про контроль над паттернами, которые влияют на наше поведение, но, может быть, как-то тезисно еще прокомментируешь этот вопрос. Смотрите, осознанность это пребывание в моменте здесь, то есть, полнота восприятия этого момента, способность отслеживать свои текущие переживания без оценочного обсуждения «хорошо, там, это плохо» и так далее. В общем, любых оценочных реакций. Это помогает, ну, осознанность в моменте помогает выходить из автоматических программ, забавляться от каких-то неэффективных шаблонов поведения, реагирования, которые всегда основаны на прошлом опыте. То есть, тут тоже важно понимать в момент этот, наш мозг постоянно пытается прогнозировать будущее. Если самостоятельно он с этим плохо справляется, то он, соответственно, ищет в вовремя ищет какие-то чужие прогнозы, которые как бы помогают нам успокоиться относительно того, что делать дальше. Вот такая ситуация, как сложилась сейчас, как раз-таки это прям такая квинтэссенция вообще всего-то может в этом смысле происходить с человеком, то есть очень многие как бы боятся за свое будущее, и все наши реакции, которые происходят, они все основаны на нашем прошлом опыте, поэтому любая осознанная практика, ей может быть осознанное дыхание, ходьба, питание, она будет означать ваше пребывание в этом моменте и способность увидеть какие-то новые возможности, по-новому реагировать на какие-то ситуации, не реагировать на то, что раздражает, так как вы обычно это делаете, когда проживаете этот момент, скажем так, когда преобладают бессознательные какие-то программы. вот, и еще, наверное, в отношениях с людьми это очень сильно сказывается, применение осознанной практики очень качественно улучшает среду свою, то есть вообще все, что мы потребляем, всю информацию, которая к нам выступает через, в том числе людей, мы начинаем замечать, с какими людьми, как мы себя ведем по-разному, потому что человек же он тоже социальное животное, которое по-разному реагирует на различные ситуации и далеко не всегда это приводит нас к такому результату, которому мы сами довольны. И все практики осознанности, они помогают вычленить, что тебе на самом деле нужно, а что тебе навязано какой-то внешней средой, обществом и так далее. И это очень сильно помогает справляться с бытовыми какими-то задачами и с глобальными в том числе. То есть тактические, стратегические практики осознанности помогают разруливать колоссальное количество проблем на всех уровнях. И там проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем и так далее. Я вот хочу прокомментировать по поводу взаимоотношений с людьми. То есть чуть-чуть такой еще конкретики внести. Прикол в том, что мы воспринимаем мир субъективно, да, из своей черепной коробки. То есть мы все, что мы воспринимаем, мы пропускаем через какую-то призму собственного восприятия, интерпретируем это для себя как-то, и дальше уже исходя из этой интерпретации действуем. Прикол в том, что наблюдая за собой, чем тщательнее ты наблюдаешь за своими внутренними переживаниями, мыслями, ты наблюдаешь, как твои эмоции зарождаются, к чему они приводят, как уходят, и то же самое с мыслями, благодаря этому тебе становится понятней поведение других людей. То есть через изучение себя ты лучше понимаешь окружающий мир. То есть ты начинаешь ловить свои какие-то неосознанные реакции на что-то, и потом встречаешь человека, который также где-то реагирует, такой, а, это вот почему, и ты можешь уже и свое поведение корректировать, понимая ситуацию лучше. Вот так. Да, совершенно верно. Поэтому это и есть тот самый метанавык, который помогает, ну, буквально, ну, как такой кросс-функциональный инструмент во всех сферах жизни, рабочей деятельности, личной жизни и так далее. Это отражает, отражает жизни. Окей, о нейробиологии эмоций. Как наш мозг реагирует на импульсы тела и возможно ли это изменить? Как экологично проживать эмоции? Вот такой глобальный вопрос. Да, тут вкратце точно не ответишь в двух словах. На самом деле, вот эта девушка, которая написала вот эти вопросы вчера, в вчерашнем постели, ну, по-моему, Анастасия, да, Настя, Настя, там написано. Да, я хочу ей подарить курс, он сейчас не продается, но я напишу, потому что там есть отдельный урок даже на эту тему большой. Но если вкратце, то существуют телесные изменения, которые сопровождают любое эмоциональное состояние. Это изменения в ритме сердца, изменения в дыхании, в моторике желудка, кишечника, и в общем все эти изменения глобально управляются через мозг. Но, как ни странно, основная роль отведена в этом процессе сердцу, потому что между сердцем и мозгом есть определенная связь через кровообращение. И сердце, будучи на связи с мозгом, эти пути сообщения, которые лежат через часть мозга, она отвечает как раз за эмоции. И через части мозга, которые отвечают на эти процессы, в том числе, как бы это влияет и на мыслительный процесс в том числе. Поэтому те, это по сути своей источник информации. А информацию мы получаем опять же через те же самые пять органов чувств, которые мы получаем, осмысливаем. Из-за этого там очищается биение сердца, меняется давление, появляются какие-то воспаления и происходят различные реакции на биохимическом уровне. Вот, поэтому это постоянный такой поток информации, который происходит, и он тесно связан с этим мыслительно, с мыслительно-эмоциональным процессом. То есть мысли влияют на наши чувства, наше чувство влияет обратно на мысли. И если в эту петлю вот так вот попасть и ничего с этим не делать, то бывает иногда приводит к нас к каким-то тяжелым неприятным состояниям, когда мы как бы заложник. Называется психосоматик. Ну да, это уже последствия каких-то блоков в теле и так далее. То есть все непрожитые эмоции, те, которые мы накапливаем себе или не контролируем процессы, то есть не замечаем то, что они накапливаются, потому что бывает и такое тоже. Это так или иначе выливается сначала в какие-то зажимы в теле, потом эти многолетние зажимы могут превращаться в какие-то хронические болячки, потому что большая часть вообще известных человечественных болезней, которые не относятся к вирусам, хронические заболевания, они все так или иначе связаны с искажениями работы наших внутренних систем. У нас есть комментарии доктора. Да, сердцебиение, воздействие сильного стресса и так далее. меня практически заставил. Дело в том, что вопрос хороший по поводу нейробиологии, я его, наверное, подраскрою. В медицине это очень часто мы должны учитывать, потому что у нас есть работа центральной нервной системы, есть периферическая. Вот когда мы посылаем определенный сигнал от мозга центральной нервной системы, у нас также регулируется периферическая нервная система. Также у нас могут мотонейроны идти к тем же мышцам, то есть может быть напряжение, тот же самый гипотонейрон, гипотонус, у нас может сжиматься также сердечная мышца от этого довольно неправильно. И если мы будем правильно входить в ту же самую медитацию, правильно отдыхать, настраивать наш головной мозг на отдых, мы будем входить в тот самый, как мы говорим, альфа-ритм, и в нем находиться больше. Соответственно, у нас будет меньше стресса, соответственно, те же самые мотонейроны будут не впадать по двигательным нейронам в тот самый стресс-синдром, то есть у нас не будет происходить сжатие этих мышц, и человек будет, ну, по сути, восстанавливаться простым образом, да, если, опять же, мы находимся в альфа-ритме, у нас будет больше посылаться эндоморфинов, соответственно, эндоморфины, ну, те же эндорфины, да, потом в итоговом порядке, они влияют на воспалительный процесс, то есть чем больше эндорфинов, вот правильно говорят, когда человек лучше себя чувствует, у него все заживает лучше, то есть если он начинает негативить, он начинает себя хуже чувствовать, соответственно, заболевает чаще и так далее, это абсолютно биологический процесс, потому что эндорфины влияют прямиком на процессы воспаления, поэтому, ну, находиться в спокойном состоянии, то есть в неком альфа-ритме, это даже полезно со стороны здоровья, вот, ну, если так, вопрос по нейробиологии так развернуть, все, передаю. Все так, мы таким образом активируем как раз-таки парасимпатическую систему и вызываем к гомеостазу, то есть чтобы все системы сбалансировались, пришли, возвращались в норму, вот, а современный человек не приспособлен к нахождению, пребыванию в постоянном стрессе, это же эволюционная история, когда мы там убегали там давным-давно от животных, да, и испытывали при этом стресс, это нам помогало там бежать быстрее, активировало там определенные процессы, которые там меньше мы там испытывали чувство голода и так далее, вот, а когда мы попадаем в эту петлю стресса и постоянно в ней находимся, мы очень быстро изнашиваем свой организм, и вот в этом есть основная опасность, когда, для чего вообще нужны эти практики, чтобы регулировать эти процессы, контролировать то, что с тобой происходит, и вовремя, как бы, ну, не допускать рвития каких-то хронических заболеваний. Окей, вопрос. Интересно было бы узнать о работе с намерением, при постоянной концентрации, фокусе внимания на конкретной цели, что происходит с нашим сознанием и мозгом? Вообще все вокруг нас энергия, информация и, на мой взгляд, основная рыба в мире, которая сейчас идет, она идет за наше внимание. Это на сегодняшний день самая дорогая валюта, так если вдуматься. Поэтому фокусировка на внутренних процессах, фокусировка на каких-то намерениях, на целях, на идеях, все это наполняет эти идеи энергии. Потому что все, что мы видим вокруг, все, что создано человеком, проявлено в этом мире, когда-то было чьей-то мыслью, чьей-то идеей. И в этом смысле все начинается именно с мысли, которые мы при наличии постоянно работы с этой мыслью превращаем в действие и материализуем пространство. То есть, соответственно, чем больше мы концентрируемся на каком-то намерении, тем больше мы ему придаем силы, жизненной энергии, на уровне, который мы там не видим в обычном зрении. И если мы контролируем эти процессы, то есть управляем ими и не мешаем себе, потому что, например, все чувства, связанные внутренние какие-то ощущения, там сомнения, сопротивления, страхи, это все продуцирует обратный процесс, то есть мы сами как бы противоречим себе. С одной стороны, мы чего-то хотим, а с другой стороны, мы этого боимся, что, например, это не произойдет и таким образом сами себя мешаем на этом пути. Поэтому все практики осознанности, имитации, они помогают отключаться от внешних процессов, концентрироваться на внутреннем, на какой-то там внутренней идее или на какой-то конкретной задаче. Например, когда мы там работаем с... если говорить про здоровье, то, что через практики можно тоже значительно улучшать работу отдельных органов тела, в том числе есть... На сегодняшний день достаточно много исследований и каких-то фиксаций того, как люди меняли свое состояние, здоровье в ходе нескольких часов практики медитации глубокой, с погружением и с фокусировкой на излечении и исцелении какого-то органа. То есть такие случаи тоже есть. И все это позволяет наполнять какие-то отдельные части тела или какие-то отдельные идеи, цели, энергии, которые их помогают материализовать в пространстве. Это так, если стараться. Ну, как круто. Еще просят какие-то материалы. Сможешь ли ты поделиться с нами какими-то открытыми материалами? Может, видео, может быть, твои видео, может быть, чьи-то видео, какой-то контент, может быть, список литературы. Я думаю, будет круто, если, допустим, ты это опубликуешь у себя на канале MetaUnity, а я от тебя репостную, люди заведут тебя это, почитают твои рекомендации, с чего начать. Вот. Да, я сделаю обязательно. Я рекомендую посмотреть ролик «Медитация и мозг». Там как раз есть в том числе ссылки на огромное количество источников, которые были в работе над этим материалом. И то же самое с дыханием и энергией, потому что тесно связаны эти две темы. и, на мой взгляд, таким будет хорошим стартом для тех людей, которые хотят в эту тему погрузиться. Вот они в открытом доступе, я дам ссылки на них. Окей, супер. Так, может быть, еще хочешь какой-то информацией поделиться, потому что у меня вопросы закончились. Я предлагаю коротко еще сейчас... А, вот, да, еще раз от нашего доктора вопрос, он мне напоминает. Сколько ты маркетолог у нас еще, да, занимаешься маркетингом. Расскажи про нейромаркетинг. Как это работает, что это... Какой-то более конкретный вопрос будет? Я примерно понимаю. Сталкиваешься ли ты с этим, используешь ли ты это в своей работе? Хотя я понимаю, что даже банальный выбор цвета, да, в рекламной кампании это уже нейромаркетинг на определенном уровне. Вот про нейромаркетинг можешь что-нибудь рассказать? Насколько ты в теме? Я... Ну, конечно, мне кажется, любой маркетолог в теме, да, существует огромное количество нейрологов, которые абсолютно разные, да. Если приводить пример с цветом, я плюс-минус понимаю, какие цвета вызовут позитивную реакцию, какие могут оттолкнуть, например, ну, очевидно, что красный цвет, что он там... Не в темном уровне, да, каком-то, то есть, что в мозгу, или это все-таки... Ну, в общем, как это работает? Ну, безусловно, да, то есть есть некая там бессознательная платформа, которая воспринимает там те или иные цвета определенным образом, то есть это там отслеживалось на там, не знаю, больших фокус-группах, как они реагируют на там тот или иной цвет, то есть там желтый цвет, например, вызывает меньше доверия, чем синий, зеленый, понятное дело, там больше доверия, чем красный и так далее. То есть все эти уловки используются активно в рекламе, разница там текстов в рекламных сообщениях, то есть то, что, по-моему, даже ходил какой-то макет, где сначала вы прочитаете это, потом это, потом это, то есть, ну, вплоть до там всего, что мы способны воспринимать на слух, в том числе в некоторых рекламных компаниях, которые такие очные, в оффтрейде люди через запах могли, естественно, какие-то вещи. Насколько я знаю, компания Apple, ну, у многих компаний есть свои собственные запахи, допустим, компания Apple, она этим запахом пропитывает свои продукты, и плюс этот запах в официальных магазинах распыляется, и когда человек распаковывает новый продукт Apple, у него, ну, происходит там выброс всяких гормонов от удовлетворения покупкой, и вот этот запах, он становится какарем таким. Да. Вот. И потом, придя в магазин, человек хочет повторить эти же ощущения, и вот Серега дополняет свой вопрос. Да я просто спросил, почему? Ладно, я, можно сложный вопрос задам? На самом деле, мне, правда, очень интересно. Вот в нейромаркетинге, да, вот по поводу цвета. Все очень часто используют красный цвет, да, почему? Потому что это, ну, единственный цвет, который мы не переворачиваем, ну, так, в простонародье, в нашем ДНК, да, это самый длинный спектр, почему у детишек, когда они вырастают, нужно покупать красные игрушки, потому что им намного легче этот цвет научиться переворачивать, да, потому что мы-то глазами видим картинку, я объясню. Глазами мы видим перевернутую картинку всегда, и мы ее в голове переворачиваем на самом-то деле, то есть, это наш так мозг работает, то есть, мы все видим перевернуто, и красный цвет нам переворачивать намного проще со временем, поэтому компании используют свой цвет красным, да, там тот же самый Макдональдс, там, ну, и огромное колесо Кока-Кола, МТС, там, ну, куча компаний используют красный цвет, но есть же вещи, которые у нас сразу по-другому работают, то есть, мы, цвет у нас там вызывает кровь, какую-то там агрессию, голод, и, да, и определенные тоже ассоциации есть, но вот я понимаю, что, ну, к примеру, там, взять медицину, в медицине использование красного цвета, оно просто противоречит, ну, адекватности, потому что пациенты будут сразу напряженные, сразу чувствовать какое-то чувство крови, проблем, там, куча-куча всего, и вот тут очень важно понять, в каких моментах мы используем именно ДНК, да, штуку, в каких моментах мы используем какую-то наработанную якорение, то есть, ну, такая когнитивная психотерапия, да, в данном случае, или же все-таки мы используем вот как некий якорь, вот как запахом мака, потому что мы по факту начали открывать эти мак-изделия, и каждый раз у нас просто произошел ассоциативный ряд, то есть, вот три разных момента, и вот какой более применимый, что ли, в нейромаркетинге, вот как вы это применяете, и вот, ну, сложный, наверное, вопрос будет, он очень такой, но, я надеюсь, да, ну, вот как есть. Ну, я так скажу, на мой взгляд, все-таки нет однозначного ответа, как все люди реагируют, потому что все реагируют по-разному, вплоть до того, что мозг у людей, вот если так их сравнивать, да, сколько я слушала различных специалистов, в том числе академиков ран, который вот в деталях там, в теме того, насколько мы отличаемся друг от друга по тому, как устроена структура нашего мозга, люди между собой во многом отличаются иногда даже больше, чем некоторые виды животных, то есть мы вроде как себя воспринимаемся как одно, да, на самом деле как бы мы по-разному воспринимаем этот мир, есть люди, которые вообще чувствуют, я знаю, у меня есть такие друзья, которые чувствуют какие-то запахи, когда видят какие-то цвета, ну то есть еще включается специфика какого-то индивидуального восприятия мира и, ну, нет такого однозначного ответа, что все реагируют по одинаковым образом, есть какие-то инстинктивные реакции, вот, собственно, наверное, маркетинг работает с массовым таким как бы статным чувством инстинкта, если говорить про красный цвет, да, действительно, он скорее все-таки больше привлекает внимание, он тревожный, поэтому как бы мы там в правилах дорожного движения красный это нет, там зеленый это иди, то же самое с медициной, если мы посмотрим на срез всех частных клиник, там и большинства медицинских центров, то мы увидим, что многие в телемедицине сегодня используют в основном зеленый цвет, то есть не красный, как раз таки красный, это красный крест, это скорая помощь, то есть это такой же немножко устаревший артефакт, ну, как с точки зрения ассоциации, то у меня, например, больше с медициной зеленый на сегодняшний день ассоциации, потому что в аптеках везде зеленый крест и так далее, вот, и привычка тоже здесь, кстати, не последнюю роль играет, то есть мы привыкаем действительно каким-то образом, если нам очень долго по телевизору, что меня, например, напрягает в нынешнем как бы телевидении, и что отличается от того телевидения, которое было в моем детстве, каждый, я не знаю, второй, наверное, ролик, он посвящен болячкам каким-то, да, то есть, причем эти формулировки, они такие достаточно жесткие, вы чувствуете вот это, вам там плохо, у вас болит голова, то есть они прям, это установки, которые на вот уровне нейролингвистики, ну, как НЛП программируют людей, и в основном, как бы там старшее поколение, поколение детей, которые просто фоном это слушают, и когда они слушают это по тысяче раз, ну, не знаю, там за один сезон, безусловно, это все влияет, рассказывается и на восприятие себя, то есть, как бы на своих заболеваниях, то есть вот я вижу в этом, ну, огромную пагубную такую машину, которая очень негативно воздействует на здоровье людей сегодня, вот, это если говорить про там федеральные каналы и прочее, то, что как бы мне попадается иногда то, что там мои родители например смотрят, вот, и меня это меняет, поэтому привычка в этом, в этом смысле, как бы вот эти все, ну, я как бы всем рекомендую очень сильно фильтровать, что вы слушаете, что вы смотрите, потому что, если вы тысячу раз услышите нечто, даже на фоновом уровне, в какой-то момент вам уже будет сложно понять, это на самом деле вы так решили или вам это, ну, навязали, это мнение, вот, так это и происходит, и есть как бы обратная сторона этого нейромаркетинга, которая воздействует на наш организм в самом позитивном для нас качестве, и то же самое можно сказать и про ну, другие различные инструменты, такие как бы дарковые, темные инструменты маркетинга, которые, к которым прибегает рекламное сообщество, чтобы достигнуть своих целей, увеличение продаж и все прочее, ну, инфопродукты многие, ну, те, которые сейчас в поле, да, они же все бьют по, ну, ключевым таким болям человека, обещают очень много, а в итоге человек на выходе разочарован, сталкивается с каким-то разочарованием, то есть, так или иначе, ну, мне кажется, в современном мире уже достаточно сложно человеку, который находится в среде, не замечать этого, то есть, я вот, старшие поколения, они, к сожалению, более уязвимы, а вот все мои ровесники, все мои сверстники, они все-таки в состоянии отличить, в какой момент им что-то навязывается из внешнего мира, да, там, в качестве рекламных сообщений, и, ну, а что из этого действительно несет какую-то пользу, вот, поэтому, поэтому поменьше смотреть телевизор, очевидно, всем, всем стоит лучше вообще смотреть, и детей, если у вас есть дети, то стараться исключать их из этого поля, потому что они это воспринимают, они вообще находятся все время в моменте здесь, сейчас, и они тоже подвержены очень сильно программам, вот, каким-то внешним, в том числе, как бы, они этого не осознают, но это все откладывается на уровне подсознания, к сожалению, к сожалению. то есть, простым языком, получается, в маркетинге все-таки выигрывает не ДНК, а определенные паттерны, ну, вы, наверное, это хотели сказать, да? Правильно понимаю? Да, конечно, привычки, инстинкты. Вот видите, кстати говоря, известная история с духами, с парфюмерией используется такое, у китов есть тоже железа, она, если не шваси, на банусе находится, и эта железа выделяет определенный секрет, то есть, когда он в таком органическом виде, это дикозловонная штука, но при этом как бы она активизирует человека, ну, например, там, девушка покупает такой парфюм, который замаскирован различными, там, поверх этого, поверх вот этого, поверх этой секреции, он замаскирован различными запахами, приятными, и мужчина, который проходит мимо, он реагирует как раз-таки на вот эту зловонную историю, которую он не чувствует подскрытыми, поверх, которые находят, ну, в этих духах есть поверх этого секрета какие-то там приятные запахи, и у него срабатывает инстинкт, как бы девушкам он нравится, он не может понять, почему, то есть, вплоть до такого, и, ну, вся парфюмея, не знаю, процентов 70 построена на этом, и потом человек через какое-то время, там, буквально, там, несколько месяцев проходит, и он привыкает к этому, и понимает, что с этим человеком не хочет проводить время, вот, вплоть до вот таких вот искажений, мы начинаем воспринимать людей инстинктивно, они нам нравятся, а при приближении понимаешь, что с этим человеком ничего общего нет. Окей, давай подытожим, давай сейчас каким-то вот простым способом, ты сегодня уже об этом говорила, вот простейшая практика медитации, как начать, сколько времени это может занять, как развивать, в общем, такое напутствие базовое. Я рекомендую посмотреть теоретическую лекцию, она занимается 30 минут, и самое главное, это регулярная практика, то есть, если вы хотя бы пару недель без выходных будете практиковать, буквально по несколько минут, то есть, не обязательно, чтобы это было одинаковое количество, не обязательно прям 10-15 минут, то есть, иногда это может быть 3 минуты, если вы просто не понимаете, что не успели, хотя бы перед сном, но главное регулярно, то есть, как только вы добьетесь регулярности, вообще для формирования привычки нужно минимум около 60 дней, то есть, чтобы это стало, вошло плотно в вашу жизнь, не 21, как принято во многих публикациях очень часто пишут про 21 день, 21 день на самом деле про привыкание человека к ампутации части тела, отсюда пошла эта цифра, то есть, именно столько нужно было человеку в военное время, оно было, ну, как бы, один из военных врачей вывел эту цифру, глядя на то, сколько, ну, как процесс реабилитации пациента после ампутации, вот это то время, когда мы, вот сейчас мы как раз в этой точке, с момента 24 февраля, плюс-минус около 20 дней прошло, то есть, мы уже привыкаем к некой ампутации, вот, то же самое происходит с людьми, которые теряют конечности, где-то вот через этот период они уже входит в статью принятия, вот, а чтобы ввести любую полезную привычку в свою жизнь, и этот повтор необходимо сочетать не менее 60 раз подряд, чего бы это ни касалось, это может касаться медитации, каких-то спортивных фитнес-сессий, ничего бы то ни было еще, это тот период, в ходе которого формируется паттерн, который уже запускает автоматические реакции, то есть вам будет намного проще медитировать из раз в раз, поскольку вы там занимались этим два месяца подряд, поэтому самое главное регулярность в этом смысле. Окей, понял. Элиза, большое тебе спасибо за эфир, я надеюсь, это было полезно и интересно нашим слушателям. Аудиозапись идет, я сейчас ее остановлю, надеюсь, она правильно сохранится и выкинется в канал. Мы очень будем ждать от тебя пост у тебя в канале со списком контента, который будет полезен интересующимся. Вот, мне кажется, что я знаю, кого я приглашу следующим гостем, да, Серег? Наш доктор, поговорим с ним обо всем от стоматологии до нейромаркетинга. Вот. Элиза, может быть, у тебя есть какие-нибудь напутственные слова, ну, знаешь, что такое? Я хочу всем пожелать как можно легче пройти вот этот трансформационный период, в который мы все заходим. Я надеюсь, что вот в течение года он завершится такой в остром формате таких вот быстрых изменений резких, которые происходят. И, наверное, вот для меня в какой-то момент жизни стало очевидным, что для жизни в этом новом мире, который дальше будет только быстрее все меняться, я понимаю, что мои дети, которые сейчас семь и три годика, тот мир, в котором будут жить, они будут кардинально отличаться от того, как мы его сегодня представляем. И я рекомендую всем вот обратить внимание на развитие таких навыков и смыслообразующих компетенций, которые помогут вам выстраивать любые поведенческие стратегии, помогут вам выйти на любой новый уровень качества вашей жизни и достичь оптимального состояния вашего здоровья, ваших ресурсов и помогут вам реализовать любые цели и задачи. Это все реально. В принципе, мы живем в такой момент, когда вся информация есть вообще в открытом доступе. Если поставить такую задачу, это нет. Но надеюсь, что в этом плане мы не будем сильно ограничены. То есть все-таки мы пребываем в поле, где мы способны выбирать. Вот я желаю свободы выбора, свободы мышления, независимости от зомбирования какого-то внешнего, даже безотносительно там какой-то конкретной ситуации вообще в целом. Больше фокусируйтесь на себе и все получится, потому что все главные открытия, они всегда идут изнутри. И мир внутри означает мир снаружи. Безусловно. Спасибо тебе большое за эфир. Аплодисменты! Всем большой привет и хорошего вечера. Спасибо большое. Сейчас попробую сохранить эфир. Надеюсь, все получится, загрузится в канал. Еще раз ждем от тебя пост. Кину ссылочку. Всем спасибо. Всех обнял.